Ну а мы продолжаем программу «Здесь и сейчас» в режиме марафона на телеканале «Луганск-24» и радиостанции «Вести плюс Луганск». Также напомню, смотреть и слушать нас можно на сайте gtrklnr.com. Он, кстати, сейчас обновляется, находится в реконструкции, но кнопки телевидения и радио работают, поэтому можно вверху, открыв наш сайт, нажать и смотреть на компьютере, телефоне, ноутбуке и планшете, даже если вдруг вы находитесь в зоне или плохого покрытия сигнала, или вообще куда-нибудь далеко уехали, а желание быть в курсе событий и получать новости есть. Также это можно сделать в нашем телеграм-канале, называется он «Луганск-24», подписывайтесь. Ярослав Замета и Юрий Свидерский в этой студии для вас работают в качестве ведущих. Мы представляем вам своего собеседника Александра Гапонова, кандидата технических наук, заведующего кафедрой общеобразовательных дисциплин Института строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Луганского государственного университета имени Владимира Далия Александра Вячеславович. Здравствуйте. Добрый день. Ближе к микрофону, пожалуйста. Добрый день. Говорим о вступительной кампании в Институте строительства, архитектуры и ЖКХ. Расскажите о своем институте, пожалуйста. И кому... Я давайте начну с такого главного, наверное, вопроса. Кому стоит пробовать идти в Институт строительства, архитектуры и ЖКХ, а кому нет, чтобы потом не понимать, как часто иногда бывает, не часто, но иногда, чтобы не то выбрал, душа лежала к другому, а поступил туда-то. И чтобы не тратить время жизни, есть же такие черты, которые... Ну, с которыми, грубо говоря, они есть у шахматистов, но нет у спринтеров. Институт строительства, архитектуры и ЖКХ входит в состав Луганского государственного университета имени Владимира Даля, начиная с 2014 года. Мы являемся обособленным подразделением, в связи с этим мы имеем право самостоятельно производить набор студентов на наши специальности. Кому стоит идти? Все те, кто чувствует и видят себя в строительной отрасли, в отрасли жилищно-коммунального хозяйства, в отрасли архитектуры, градостроительства. Потому как сейчас такое время, что тяжелое, проводится специальная военная операция, и наши города необходимо будет отстраивать заново и помогать в этом. Поэтому мы всегда рады всем нашим абитуриентам, которые придут к нам и будут у нас учиться. Если говорить о специальностях, которые у нас в институте есть, это бакалавриат по пяти направлениям. Это архитектура, это градостроительство, это строительство по разным профилям, это управление в сфере ЖКХ. У нас есть специалитет по двум направлениям, а также принимаем в магистратуру. Если говорить о профилях и опять вернемся к вопросу, кому стоит идти, у нас в строительстве есть ряд профилей. Такие как теплогооснабжение, вентиляция, водоснабжение, водоотведение, производство применения строительных материалов, инженерно-сметное дело, промышленное гражданское строительство и городское строительство хозяйства. Так вот, к нам очень часто приходят, скажем так, династиями. Особенно люди, работающие в водном хозяйстве, в теплоэнергетике. И родители, работая в этой системе, дети смотрят на них, гордятся своими родителями и приходят продолжать свою династию. У нас очень много выпускников, которые приходят работать в министерство строительства наше, в компанию «Луганскгаз», в теплокоммунэнерго, в компанию «Лугансквода», ну и на все остальные строительные тоже фирмы. А можно ли сказать, что человек, получая инженерное образование вот таким специальности, как теплотехника и так далее, как бы и рабочую тоже осваивает потихонечку? Да, естественно, потому как для студентов проводятся и практики, и наши студенты всегда помогают и на простом строительстве, скажем так, и участвуют в общественной жизни всей республики. Поэтому не только инженерам с точки зрения образования, а и обычным рядовым сотрудникам он тоже обучается этому всему. Ну а кто учит? Что за педагогический состав? У нас педагогический состав очень большой, и у нас профессор преподавательский, это 8 докторов технических наук, это порядка 18 кандидатов технических наук, старшие преподаватели. У нас студенты, когда проходят весь этап обучения от бакалавриата, магистратуры, потом имеют право поступить в аспирантуру, в университете существует свой совет, и студенты имеют право, закончив аспирантуру, естественно, защитить кандидатскую диссертацию и пойти по стезе науки, то есть расширить наш потенциал обучения. А кроме этого, кем и где могут работать ваши выпускники? Инженерные должности, это министерство и ведомство нашей республики. Спектр очень широк. В связи с тем, что у нас есть, например, специалитет по специальности автодороги, наши студенты могут и в дорожных службах работать, но опять-таки это инженерные специальности. Что сдавать нужно, чтобы к вам поступить? По поводу сдачи. Приемная кампания у нас стартовала 7 июня. Продлится она до 30 июля. Все, кто поступают к нам, сдают два экзамена на первый курс. У нас есть возможность поступить на первый курс и на ускоренную форму обучения. На первый курс студенты сдают обязательно математика и русский язык, кроме архитектуры и градостроительства. Архитектура и градостроительство у нас считаются немножко творческими специальностями, поэтому у них здесь есть нюанс. Они обязательно сдают русский язык и вместо математики у них есть творческий конкурс. Творческий конкурс – это рисунок. Они должны нарисовать то, что им дадут по заданию. У нас в нашем институте проходят бесплатно курсы подготовки для поступления на эти две специальности. На текущий момент у нас есть студенты, приходящие из освобожденных территорий. И у многих в аттестате об образовании нет оценки по русскому языку, потому как не учили много лет. Для них есть в этом году поблажка с точки зрения того, что они имеют право сдавать украинский язык. Но только в том случае, если в аттестате он не аттестован по русскому языку. Во всех противных случаях он сдает русский язык и математику. Ну или для архитектуры и градостроительства у нас творческий конкурс. Где практика? Практика на всех предприятиях города Луганска. Это и, если мы берем архитектуру и градостроительство, это архитектурное бюро, бюро БТИ. К примеру, строительные организации, это министерство строительства, это теплокоммунэнерго, Луганскгаз, собственно, Луганскгаз, Лугансквода. Все строительные отрасли, где нужны наши специалисты, всегда рады нашим студентам, потому как профессорский преподавательский состав дает знания высокого уровня. Ну а дипломы какого образца? Дипломы Луганской Народной Республики российского образца. Аккредитацию мы проходим в Российской Федерации. И наши студенты, у нас очень много студентов есть, которые приходят к нам на обучение с Российской Федерации. У нас есть студенты, которые у нас обучаются с Донецкой Народной Республики. Потому как, немножко не поскромничаю, скажу, что мы в Республике являемся ведущим вузом именно в строительной отрасли. Конкурс есть? Конкурс каждый год, три человека на место мы имеем. А два, которые не поступают, куда идут? Есть возможность идти на контрактную форму обучения. Ну я имею ввиду, есть такое, что люди, допустим, не поступив, идут в СПО, а потом уже на третьем курсе к вам опять приходят? Есть, многие идут в колледжи, получают там младшего специалиста диплом. И уже потом поступают к нам на ускоренную форму обучения. Это в основном на третий курс. Что за колледжи, с какими вы сотрудничаете? Мы сотрудничаем со строительным имени Шеремета и с политехническим колледжем города Луганск. Ну а дипломы, которые пишутся, ну вы же опять же, вы их видите, вы их оцениваете. Какие темы дипломных работ в основном, ну там, самые яркие, самые запоминающиеся... А желательно, да, еще внедряются ли они в жизнь потом на территории Луганской Народной Республики. Ну, чтобы это было не сказочно-фантастическое сочинение, а практически, практическая польза. Стараемся, стараемся, чтобы были действительно востребованы эти дипломы. И есть у нас работы по районированию города Луганска, которые Женеско у нас в комиссии, он отсматривал, смотрел, говорил, хорошие. Что касается, допустим, теплогазоснабжения, у нас дипломы применяются действительно по газоснабжению наших районов, городов нашей республики. То есть, вот так вот, можно сказать, проектную докумендацию люди разрабатывают, будучи студентами. Да, у нас при институте есть научно-технический отдел реконструкции зданий и сооружений. И студенты, опять-таки, могут проходить практику там, в этом отделе, и могут, по желанию, есть были выпускники, которые остались там работать на текущий момент. Так вот, за прошедший год нашим отделам было выполнено 282 договора. Это, допустим, технический надзор проводим за какими-то зданиями. Полностью был разработан проект проверки и технического состояния бассейна «Юность». Последняя, это была арка стадиона имени «Авангард». У нас специалисты, которые выезжают на территорию, обследуют, проводят все необходимые измерения, а потом уже непосредственно выдается проект, как это должно и как ведется. И ведут последующее сопровождение данных проектов. Для студентов что важно, чтобы кроме пар в лекционках, практических занятий и, может быть, опять же, практики производственной, которая не так часто, как свободное время появлялось, это свободное время было занято. Есть налаженный досуг для студентов вашего института? Наши студенты принимают активное участие в жизни республики. У нас студенты и в молодежный парламент входят от нашего института. И, естественно, есть кружки по интересам. У нас есть, каждый год проводятся, допустим, конференции на строительные тематики. Это как для студентов, так и для молодых ученых. Причем это международные конференции проводятся. Есть клуб «Водный мир», по-моему, он правильно называется, где опять по интересам собираются и проводят культурный досуг. Мы также, помимо просто производственных практик, наши студенты имеют возможность ознакомиться заранее с предприятиями, на которых они в дальнейшем могут работать. У нас студенты, приходящие на первый курс, либо если на ускоренное, они пришли все равно, каждую осень мы вывозим наших студентов. Например, это на Лутугинский ветропарк посмотреть ветряные станции, как они были построены, специфику на предприятие «Теплокоммунэнерго», то есть на котельные города Луганска. Выходили наши студенты на экскурсию в санэпидемстанцию, потому как есть направление водохозяйственное строительство. Здесь тоже нужно знать свои нюансы. И стараемся, чтобы студентам было всегда интересно как на парах, так и во внеурочное время. Сколько у вас сегодня обучается студенту? На текущий момент порядка 600 очных и заочной формы обучения студентов у нас есть. Каждый год у нас набор есть и пополняются ряды наших студентов. У нас сейчас такой проект реализуется, действительно такой масштабный, строительство медицинского центра, вот с нуля, да? Собственно, для этого специалисты строителей и нужны, для того, чтобы так это все. Я посмотрел небольшое видео, как бетон заливают, как сначала металлоконструкции все эти возводят. Студенты наши, выпускники, едут ли они на заработок, скажем, в Россию по профессии, заниматься подобными тоже проектами, реализацией проектов? Да, естественно, студенты остаются и в нашей республике, есть те, кто зарабатывает на территории Российской Федерации, на территории Донецкой Народной Республики, и всегда наших студентов ценят. Госзаказ большой. В этом году увеличили госзаказ. В связи с тем, что у нас есть освобожденные территории, и студенты к нам придут, и нам увеличили госзаказ. Мы благодарны этому. Хорошо. Большое спасибо, что пришли к нам в студию. Напомню, нашим гостем был Александр Вячеславович Гапонов, кандидат технических наук, заведующий кафедрой общеобразовательных дисциплин Института строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Луганского государственного университета имени Владимира Даля. Последний вопрос, буквально в конец. Когда начинаются экзамены? Экзамены будут проходить в период с 1 августа по 17 августа. В этот промежуток будут разбросаны экзамены. Это для первого курса, для ускоренной формы обучения, для магистратуры, для специалитета. И в районе 20 чисел будет происходить уже непосредственно зачисление. Что хотелось бы сказать, что фактором зачисления, естественно, необходимо, чтобы студенты, уже будущее, на текущий момент абитуриенты, приносили оригиналы дипломов. Хорошо. Пожелаем вам удачи. Спасибо большое. С умными студентами и квалифицированными выпускниками. Ну, а мы уходим на небольшую паузу и продолжим наше вещание.